Миссис Ведьма Поэтому она съела старый заплесневевший торт Ням-ням-ням Почему она съела старый заплесневевший торт? Именно этим ведьмы питаются И она выпила прокисшего молока После всего этого она заснула Она спит, сказала фея Давайте убежим отсюда Эльфы открыли двери А фея забрала свою волшебную палочку А потом ведьма проснулась Возвращайтесь в клетку, кричала ведьма Но фея уже проговаривала заклинание Заклинание выполняю, чары ведьмы изгоняю Вот так все дети были освобождены А ведьма, наевшись сладкого, не смогла их поймать Конец Ура! А что случилось потом, мама? Эм... Ведьму наказали за то, что она была злой И она до конца своей жизни мыла грязную посуду Оооо! Ведьмы такие ужасные Хорошо, что на самом деле их нет Правда же? Но они существуют Я знаю ведьму, которая живет в лесу Правда? Да! Я могу отвезти вас к ней, если хотите А она нас не закроет в клетке? Ха-ха-ха! Ооо! Нет! Ведьмы могут быть злыми только когда они очень-очень раздражены Мамочка, думаешь, нам стоит пойти к этой ведьме? Да, почему нет? Няня Плам вас защитит Так вы сможете сами убедиться в том, какие ведьмы ужасные Тогда вперед! Идемте! Пока! Веселитесь! Пока! Няня, а какие вообще ведьмы? Они страшные? Нет, они не страшные Но они немного попахивают Ооо! А ведьмы используют магию для разных заклинаний? Ведьмы редко пользуются магией И вообще у них с этим проблемы Вот мы и пришли Эта ведьма не использовала магию уже более ста лет Ооо! Тук-тук! Кто там? Няня Какая няня? Няня Плам Ооо! Няня Плам! Прошу, входите Какой сюрприз! Настоящая фея! Эльф? Да! Это принцесса Холли и эльф Бен Подойдите, я хочу вас хорошенько разглядеть Видите? Она вообще не страшная Только от нее немного пахнет Что? Что? Дети, ничего не трогайте Почему нельзя ничего трогать? Потому что все грязное Что? Что? Все в порядке Просто я хотела показать детям, как живет настоящая ведьма Ооо! Понимаю Хотите крысиного молока и червячных кексов? Нет, спасибо, миссис-ведьма Мы уже покушали Миссис ведьма, не могли бы вы немного рассказать о себе? Конечно, все, что хотите Вы хорошо владеете магией? Но я не люблю сейчас пользоваться магией, потому что... Я же говорила, ведьмы никогда не пользуются магией, и они в ней не сильны Что-что? Миссис ведьма, если вы все же используете магию, то зачем? Я на пенсии То есть вы больше не охотитесь за эльфами и феями? Просто я... Дело в том, что ведьмы вообще ничего не делают От них дурно пахнет, и у них получаются ужасные кексы Что? Касательно магии, они безвредны Она, наверное, даже не в состоянии исполнить заклинание превращения Но я могу! Тогда почему же вы не уберете весь этот ужас? Просто... Почему не сделаете кресла более удобными? Прекратите, няня Вы можете спечь вкусный торт Я предупреждаю вас Почему вы не купите себе новых вещей? Если ты хоть что-то изменишь Или косметики Прекратите, что пришлось заморозить няню Плам Она была грубо со мной Не думаю, что няня Плам хотела вас обидеть, миссис ведьма Возможно, но так получилось Вы навсегда оставите няню замороженной? Нет Если няня извинится, то она сможет уйти Няня, извинись перед миссис ведьмой Я не стану извиняться Я только хотела помочь ты, глупая старая ведьма Оу! Так вы не отпустите няню? Нет! Нам нужна помощь А можно мы пойдем, миссис ведьма? Конечно Мне было очень приятно, ваше общество Что у тебя за план? Мы должны попасть к королю Да, папа сможет договориться с ведьмой И она отпустит няню Пока Эээ, пока Большое спасибо, что впустили нас Да, спасибо, миссис ведьма До свидания Пока Быстро, бежим Папа, папа Няня Плам очень разозлила миссис ведьму И теперь няня заморожена, словно статуя О, нет Папа Если мы ничего не придумаем То няня навсегда останется такой Мы никогда не увидим няню Как печально И больше не будет таких вкусных обедов Не будет обедов? Что? Няню Плам заморозили? Да! Покажите, где живет эта ведьма А няня Плам грубо разговаривала с ней Немного У них все зависит от настроения Ты накажешь миссис ведьму, папа? Нет У меня есть идея получше Кто там? Король чертополох Какой король чертополох? Ну Король чертополох Король чертополох О, ваше величество Вы должна быть миссис ведьма О которой я так наслышан Позвольте мне все объяснить Я слышал про ваш ум Вашу доброту и красоту Ой, ой Не говоря уже о ваших кулинарных способностях Хотите червячный кекс? Благодарю, нет Я полагаю, няня Плам находится у вас? Да Просто я... Я... Я прекрасно понимаю, почему вы решились на такое Понимаете Няня Плам иногда бывает грубой Просто она не так умна Правда Думаю, будучи такой умной и доброй Вы понимаете, что няня уже не исправится И вы простите ее на этот раз Тем более, что няня Плам должна приготовить обед Я могу это сделать, ваше величество Это мило с вашей стороны Я как раз собиралась зажарить лягушек на костре Но мне нужна моя няня Плам Я понимаю Секундочку, пожалуйста Скажите спасибо за гостеприимство, няня Спасибо за гостеприимство До свидания, миссис ведьма Я был рад знакомству с вами Я польщина, ваше величество До свидания Пока Папа Ты вообще не наказал миссис ведьму И вы сказали, что она красива Но это не так И от нее неприятно пахнет Иногда, Бен Стоит сказать, что кто-то некрасив И неприятно пахнет Но иногда стоит быть тактичным Говорить комплименты Иногда полезно и легко Я так рада, что вы с нами, няня Плам Спасибо, Холли Да А что на ужин? Соревнование ведьм Спасибо, что помогла мне прибраться в доме, няня Плам Не за что, миссис ведьма Ничего себе, сколько паутины Надо избавиться от нее Прекрасно Не знаю, что бы я делала без тебя, няня Но, миссис ведьма Почему вы сами не пользуетесь магией Чтобы прибраться в доме? Дело в том, что в последнее время Я не так часто колдую Я ведь уже на пенсии Все никак не расстанешься С этим чесоточным котом? Не говори так про Моги Это даже не кот А ходячий мешок с блохами Не трогай кота Я предупреждаю тебя И от него воняет Миссис ведьма, вы превратили няню в камень Значит, вы можете колдовать Только когда сержусь Няня говорила гадости про моего любимого котика Вы можете расколдовать няню? Если она извинится Извини И перед Моги тоже Извини, Моги Ох, я забыла, как трепетно Она относится к своему коту Здравствуйте Вы Миссис ведьма? Да, это я Я ведьма Венди Привет, ведьма Венди Я так взволнована стоять рядом с вами Вы знаменитость Что, правда? Я выросла на историях о ваших заклинаниях Самых быстрых на Западе О, все это было так давно Сейчас я на пенсии И какой у вас милый дом Не могу поверить, что буду здесь жить Эээ Что это значит? Я буду жить в вашем доме Но в этом доме комната только для одной ведьмы Да Но раз вы на пенсии Вам пора в дом для престарелых ведьм Там вам понравится Там полно старых ведьм Которые смотрят телевизор целый день Я что, сказала на пенсии? Я хотела сказать Я не на пенсии Пока Вот так дела Эм, извиняюсь за беспокойство Но раз здесь комната только для одной ведьмы Мы устроим соревнование ведьм Победитель остается Проигравший уходит О, да, конечно Для соревнования нужен судья Кто-нибудь важный Эээ, мой папа король Это достаточно важно Король отлично подойдет Пойдем познакомимся с твоим папой Здравствуйте, ваше величество О-о-о Я ведьма Венди О, привет, ведьма Венди Мы устраиваем соревнование ведьм И нам нужен кто-нибудь важный и мудрый На роль судьи Вы по адресу Я очень важный и мудрый Если миссис ведьма проиграет Ей придется уйти из дома Папа Нужно, чтобы миссис ведьма выиграла Прости, Холли Но я судья И я должен быть честным и справедливым Я думаю, все бывает в первый раз Когда начинается соревнование? В полдень, ваше величество Мне не победить ведьму Венди Я не участвовала в соревновании ведьм тысячу лет Из чего состоит соревнование ведьм? В него входит конкурс заклинаний, езда на метле и приготовление варенья Ну, твое варенье пахнет вкусно Видите, я потеряла свою хватку Ведьмино варенье должно быть ужасным Не волнуйтесь, мы поможем вам сделать его ужасным Что если добавить немного слизи улитки? Слизь улитки? Да, это может помочь И помета червяка? Да, это сделает его жутко невкусным Видишь, ты можешь победить А теперь проверим, что с ездой на метле Я не ездила на метле целую вечность Она уже забыла все тренировки Тише, тише, хорошая метла А ну, иди сюда, старая глупая палка О, боже! Перейдем к заклинаниям Миссис Ведьма, у вас были самые быстрые заклинания на Западе Верно, Миссис Ведьма Превратите эти банки в лягушек Я пытаюсь, но у меня не получается Боюсь, она совсем плоха Совсем плоха? Она даже не может превратить банку в лягушку Может, когда-то она и была хорошей ведьмой Но сейчас это в прошлом Что? В прошлом? Я покажу вам Миссис Ведьма! Вы превратили няню в лягушку! Потому что няня разозлила меня Ох, если ты будешь так колдовать на соревновании, ты победишь Миссис Ведьма, просто разозлитесь на ведьму Венди Но она такая милая и дружелюбная Это ваш единственный шанс победить Ладно, я попробую разозлиться Уже полдень Начинаем соревнование ведьм! Да! Сначала конкурс варенья Почему они все смотрят на меня? Но ты же судья, дорогой Они ждут, когда ты попробуешь варенье ведьм О, из чего оно? Слизняки в основном Немного летучих мышей и из пауков для хруста Это самая ужасная вещь, которую я когда-либо пробовал Спасибо! Теперь мое, ваше величество Да, почему все веселье только мне? Может, кто-то хочет присоединиться? Папа, ты судья! Ты должен попробовать оба варенья! Конечно, я должен! Удачи мне! Они одинаково отвратительны Конкурс варенья приносит ничью А теперь полет на метлах Это и правда было здорово! Теперь очередь миссис ведьмы Кхе-хе-хе! Отлично! Она держится! Ю-хо! Она летает просто невероятно! Кхе-хе-хе! Изда на метлах тоже приносит ничью А теперь конкурс заклинаний Миссис ведьма, куда вы идете? В дом престарелых ведьм я не смогу выиграть конкурс заклинаний. Нет, сможете. Вы превратили няню в камень, а затем в лягушку. Но няня Плам сильно меня разозлила. Ну так просто разозлитесь на ведьму Венди. Но ведь она такая вежливая и милая. Она хочет отправить вас в дом престарелых ведьм. И жить в вашем доме. Вы правы. Я жутко злая. Я жутко злая. Начинаем конкурс. Ведьма, которая превратит другую в камень, побеждает. Я жутко злая. Я жутко злая. Миссис ведьма, для меня такая честь соревноваться вместе с вами. Я жутко. О, спасибо, дорогая. Ты такая милая. Она превратила миссис ведьму в камень. Вот и все. Я победила. Я буду ведьмой маленького королевства. Я буду рада работать с вами, король чертополох. Эээ, работать со мной? О, да. У меня большие планы на маленькое королевство. О, боже. Кажется, она серьезно настроена. Мяу. А старый блохастый кот миссис ведьмы пойдет на... Ты видела? Миссис ведьма пошевелилась. Она не может. Ее превратили в камень. Ты просто ходячий мешок с блохами. И жутко вонючий. Я жутко злая. Никто не смеет обижать моего моги. Ух ты. Миссис ведьма превратила другую ведьму в камень. Полагаю, миссис ведьма победитель. Ура! Мы знали, что вы победите. А вам не нужно расколдовать ведьму Вэнди. Она плохо говорила о моем коте. Но если она извинится... Извините. И перед Моги тоже. Извини, Моги. А, спасибо. Вы просто великолепны, миссис ведьма. Я никогда не видела, чтобы кто-то разрушал заклинание камня. А ты очень вежливая и умная молодая ведьма, Вэнди. Как говорится, этот город слишком мал для нас двоих. Поэтому я улетаю. Пока! Я рада, что миссис ведьма победила. Я не представляю маленькое королевство без миссис ведьмы. Да, хотя ведьма Вэнди была права насчет кота. Он и правда жутко воняет и... Что-что? И... Это милейший котик. Спасибо, король чертуполох. Я так люблю Моги. Мяу. Но ведьма наелась торта и быстро уснула. Фея тихонечко прошла мимо ведьмы. Возмахнула палочкой и сказала... Абракаду, абракади. Сейчас же всех детей освободи. И в миг все чары ведьмы были рассеяны. Солнце взошло, а звезды исчезли. И все дети оказались в своих теплых кроватках. Конец. Мама, а почему ведьма заморозила всех детей? О, я даже не знаю. Может, ведьме не нравилось, что дети шумели, и она знала только, как заморозить их. Да, спасибо, няня Плам. Дети, наверное, были очень голодны. Ведь они ничего не ели. Больше года. Нет, ведьма их заморозила, словно горох. А ведь замороженный горох не может голодать. Нет. Королева чертополох, а куда прячутся звезды в дневное время? Прости, что, Бен? Вы сказали, что солнце взошло, а звезды исчезли. Но куда же девались звезды? Что ж, посмотрим, что на это скажет книга. Угу. Здесь ничего не сказано про звезды. Няня Плам, а вы знаете, куда деваются звезды в дневное время? Э-э-э-э... нет. О-о-о! Давайте спросим короля чертополоха. Он знает, как и что происходит в мире? Да! Давайте спросим у папы! Войдите! Папа! Папа! Можно задать тебе один вопрос? Ну, конечно. Что такое? Ты можешь сказать, куда деваются звезды в дневное время? Ха-ха-ха! Что? Куда деваются звезды, когда солнце всходит? Ну, звезды они... Э-э-э... ну, они это... Э-э... я сейчас немного занят, Холли. В сказке сказано, что звезды исчезли. Но не сказано, куда именно. Э-э-э... теперь ясно. Ну... В королевской библиотеке много книг, возможно. Там мы найдем ответ на наш вопрос. Хорошая идея, королева. Идемте все. Ух ты! Здесь не убрано! Потому что эти книги волшебные. Какие вы плохие книги! Летайте здесь себе. А ну-ка! Быстренько все на места. Все по алфавиту. Как нам узнать, что мы ищем? Это волшебные книги. Нужно просто спросить. Извините, книги! Куда деваются звезды в дневное время? Книги! У вас есть что-то о звездах? О! Посмотрите, какой странный шрифт. Что там сказано? Это наш ответ, да? Здесь сказано. Маленькая звездочка. Сделай так, чтобы все наши желания сбылись. Ой, это всего лишь обычное заклинание. Оу! Думаю, в этих волшебных книгах заклинания, а не ответы на вопросы. Но, няня, почему ты не знаешь ответа? Я няня Плам, а не астрофизик. Астрофизлик? Это кто? Это человек, который много знает про звезды, космос и разные вещи. Эльфы знают много про разные вещи. Давайте спросим у моих родителей. А твои мама и папа астрофизлики? Возможно. Давайте спросим у них. Привет, Мон, нет. Мама, папа, вы астрофизлики? Нет. Мы эльфы. Вы знаете, куда деваются звезды в дневное время? Нет. Никто не знает ответ. Мы можем спросить старого мудрого эльфа. Да, он мудрый. И старый. А еще он эльф. Это кабинет старого мудрого эльфа. Здесь он думает о разных умных вещах. Входите. Привет. Всем добрый день, друзья мои. Чем я могу помочь? Старый мудрый эльф. У нас есть вопрос. А ответ мы так и не нашли. Это вопрос по эльфийской части, а не по нашей. И мы подумали, что так как вы старый мудрый эльф... Конечно. Спрашивайте что угодно. Все, что хотите. Куда деваются звезды в дневное время? Давай лучше другой вопрос. О спорте, возможно. Не такой уж вы и мудрый, да? Вы просто старый. Ну, так что старый эльф? Не знаете, Эдвит? Нет. Но я знаю, где его можно найти. Где? Следуйте за мной. Это далеко? А то я устала от всех этих поисков ответа. Тогда поедем на лифте. Осторожно, двери закрываются. А куда мы едем? Мы едем в большую эльфийскую библиотеку. Большая эльфийская библиотека? Скорее, груда ненужных вещей. Вот это да! Тише! Мы с вами в библиотеке. Здесь нужно вести себя тихо. Ого! Она огромная! Здесь так много книг. А почему у вас они не летают, а спокойно стоят на полках? Это не волшебные книги, Ваше Величество. А как нам узнать, в какой книге нам искать ответ? Мы спросим у старого мудрого библиотекаря. Ну и где этот старый мудрый библиотекарь? Чем вам помочь? Скажите, вы библиотекарь? Да! А вы знаете, куда деваются звезды в дневное время? Конечно! Книга в астрофизической секции. Второй ряд, номер 520.34. Прошу за мной. Но мы уже искали ответ в книгах. В каких книгах вы искали? Ну, в моей книге сказок. И в книгах с магическими заклинаниями. Есть много разнообразных книг. Есть книги с разными сказками. О, смотрите, ведьмы! И книги о технике. Ого, про ракеты! Есть книги о музыке. О, эльфийская музыка! Моя любимая! Книги о животных. О, цыплята! Это интересно! Книги об овощах. О, да! Я люблю овощи, особенно горошек. Можно найти любой ответ, если знать, где искать. О, вот и она. Книга о звездах. Здесь будет ответ на вопрос. Посмотрим. Все удобно устроились. В ясную ночь мы можем видеть звезды, сияющие на небе. Свет от каждой звезды доходит до земли через много-много лет. Мы видим звезды, потому что небо такое темное. Черное. Ночное небо просто черное. Конечно, Холли. Но когда наступает утро и восходит солнце, небо становится ярче, и звезды исчезают. Но, мама, куда деваются звезды? А они никуда не деваются, Холли. Что? Они все еще сияют в небе. Просто мы их не видим, потому что небо светлое. Это же очевидно. Я знал. Но когда солнце садится, и небо темнеет, мы снова можем видеть звезды. Когда солнце садится, точно. Папа, а куда деваются солнца? Ну, оно... Старый мудрельф. Эти книги ответят на ваши вопросы, Ваше Величество. Ура! Тише! Мы с вами в библиотеке. Здесь нужно вести себя тихо. Ура! Король Фисал заболел. Так, хиро! Ой, папа, ты жду все наши карты. Я не дорожно, Холли. Я очень болен. У тебя обыкновенная простуда. Нет, это не простуда. Это куда серьезней. Папа разворчался. Папа всегда ворчит, когда болен. Ты могла бы немножко поворожить, чтобы мне стало легче. Дорогой, ты же знаешь, что магия лечит все, кроме обычной простуды. Это не обычная простуда. Это что-то серьезное, что можно вылечить. Хорошо, хорошо. Я использую магию. Абра-кадабра. Теперь я чихаю, и у меня дабрач заложен доз. Я же говорила, что магия не сработает. Может, стоит обратиться к доктору? Это доктор Эльф? Да, король заболел. Он чихает и заложен нос. Я знаю, но он думает, что это серьезно. Спасибо, пока. Лежи в постели, дорогой, и жди доктора. Ваше Величество, доктор пришел. Это всего лишь старый и будрый эльф. Я не просто старый и мудрый эльф. Я также и дипломированный доктор. Я не сдал. Что ж, доктор, я не здоров. Я чихаю, бойдоз заложен, а голова очень болит. Понятно. Пожалуйста, откройте рот и покажите язык. А-а-а. Посмотрите наверх и вниз. Пошевелите ногами. Ммм. Помашите руками, как крыльями, и свистните. Любопытно. Наконец-то. Полное медицинское обследование у дипломированного доктора. Ваша болезнь имеет название. Острый вирусный назальный фаренгит. Ага. Слышали? Это и впрямь опасно. Другими словами, обыкновенная простуда. И это все? Еще повышенная ворчливость. Так, доктор, вы можете мне побочь? Дайте посмотреть, что у меня есть. А, это должно подойти. Какая-нибудь гадость? Правильно сказать, это не очень вкусно. Я отказываюсь. Папа, все должны пить лекарства, когда болеют. Очень интересно. Этого я никак не ожидал. Хотя, здесь так и написано, микстура для кашля. У меня есть рецепты от всех болезней. Обыкновенных и не очень. От отека рук, ушного зуда, волосатых зубов, вонючих носов, облысения. О, вот и она, обычная простуда. Осталось только собрать все ингредиенты. Можно мы поможем, няня Плам? Конечно. Э, няня Плам, из чего состоит твое лекарство? О, там черничный сок, лимон, сахар и еще кое-что. Няня Плам, а что нам еще понадобится? Посмотрим. Капля росы из паутины. О-о-о! Слизь слизняка. Бэ-э! И унро де гранвий. Что это? Жабья отрыжка. Э-э! Ты никогда не заставишь папу выпить это. Хе-хе-хе. О, нет. Я настоятельно не рекомендую кому бы то ни было это пить. Это раствор, которым мы будем натирать ему ноги. О-о-о! Так, сначала нам нужно найти каплю росы из паутины. Смотрите, капля росы. Стой, Холли! Это очень опасно, летать в присутствии паука. Почему, няня? У нас почти такие же крылышки, как и у мух. А пауки питаются мухами. Питаются? Хе-хе-хе. Тш-ш-ш. Да, такие уж у пауков вкусы. Вы любите мороженое, а пауки любят мух. У них резкий запах изо рта. Э-э, простите, господин паук. Вы позволите нам снять капельку росы с вашей славной паутинки. Мы хотим сделать лекарство для короля. Хе-хе-хе. Господин паук согласен. Я принесу каплю, няня. Эльфы очень хорошо лазают. А я же настоящий эльф. Хе-хе-хе. Ура! Молодец. Теперь нам нужно найти слизняка. Вот слизняк. Холли, может быть, ты попросишь на сей раз? Только советую кричать погромче, так как слизняки слышат не очень хорошо. Почему так, няня? Просто у них нет ушей. Можно немного слизи земли собрать. Мы не имеем права собирать чужую слизь, не спросив разрешения. Это невежливо. Здравствуйте, мистер Слизняк. Громче. Привет! Э-э, мой папа, король, заболел. Нам очень нужна слизь, чтобы сделать лекарство. Можно мы соберем немного в эту банку, мистер? Кажется, он сказал, да. Хе-хе-хе. Хе-хе. Давай. Господин Слизняк, спасибо вам огромное. Молодец, Холли. Проверим по списку. Капля росы? Здесь, няня Плам. А слизь? Здесь, няня Плам. Так, еще нам нужна отрыжка. А это самое сложное. Вон жаба, няня. О, доброе утром, мистер Жаба. Вас не затруднит рыгнуть в эту банку. Расслабьтесь, вот так. О, у нас мало времени. Чтобы младенец рыгнул, его гладят по спине. Ладно, я поглажу ее по спине. Кажется, я что-то слышу. Ура! Возвращаемся. Так, давайте смешаем ингредиенты. Черник, сахар, лимон, роса, чуть слизи и еще немного отрыжки. А сейчас волшебные слова. Сахар, роса, черника, жабья, отрыжка, слизь слизняка. О, вкус у этой смеси будет просто ужасный. Нет, Бен. Ты забыл. Этот раствор нужен для того, чтобы натирать им ноги, а не чтобы пить. Никто не станет это пить. О, боже, жуткий запах. Фу, а на вкус и того ужасней. Папа, но ты не должен был это пить. Этим надо было ноги натереть. Что? Интересно, что будет дальше? Посмотрим, что тут сказано. О, боже. Что такое? Я сглупила. Все-таки это лекарство не от простуды. Оно от облысения. Ух ты! Должна сказать, ваше величество, длинные волосы вам очень идут. Няня, вам кажется, простуда прошла. Ура! О, кажется, я заразилась. О, бедная няня Плам. Теперь я возьму на себя все заботы о твоем выздоровлении. Можно мы поможем? Конечно, можно. Вместе веселее. Это вовсе не обязательно, ваше величество. Ошибаешься. О, пчхи! Зубная фея. Но все, на сегодня хватит игр. Бену пора отправляться домой. Ой, а можно мы еще чуть-чуть поиграем? Нет, Холли, тебе пора спать. Но ведь тебе тоже пора спать, няня Плам. Ну что ты, нет. Я всю ночь буду работать. Всю ночь будешь работать? Я зубная фея. Ты зубная фея? Да, когда у малыша выпадает молочный зуб, он перед сном кладет его под подушку. Ночью я забираю зубик и оставляю взамен монетку. Ух ты! Выпал зуб молочный. Позови средь ночи зубную фею. О, интересно. Сегодня я должна забрать зуб одной девочки. Можно нам с тобой, няня? Ммм, только если вы не будете шуметь. Нам нельзя разбудить девочку. Ясно? Мы будем как мышки, правда, Бен? Эльфы умеют вести себя тихо. А я ведь эльф! Тихо! Ну и ну. Вот почему не бывает зубных эльфов. Только зубные феи. Уже поздно, дети. Нельзя так шуметь. Разве тебе не пора домой, Бен? Мы хотим посмотреть, как работает зубная фея. Но тебе ведь завтра в школу, Холли. У нас каникулы. Но на улице так темно. Принцессе Холли уже пора учиться летать ночью. Но работа у зубной феи тяжелая, а иногда и опасная. Мы будем осторожны. Но? Ну, пожалуйста. Ладно. Если будете слушаться няню. Ура! Выпал зуб молочный. Позови средь ночи зубную фею. Няня, а почему мама сказала, что работа зубной феи опасна? Когда летаешь ночью, надо быть на чеку, чтобы не попасть в беду. Какую беду? В паутину, например. Добрый вечер, мадам паучиха. Извините, что испортили вам сеть. Этот маленький эльф еще не привык к ночным полетам. Фух, пока. Спасибо, няня Планк. Няня, а чего еще нам нужно остерегаться? Окон. Это еще что такое? Молодец, Холли. Ты нашла дом нашей девочки. А вот и сама малышка. Она не похожа на малышку. Ух ты, какая огромная. Тихо. Уши у нее тоже немаленькие. Она может нас услышать. Так что не шумите. Со мной. Такая хорошенькая. Не подходите близко, принцесса Холли. Ее дыхание затягивает меня. Маши крылышками. Я же говорю, надо быть очень-очень осторожными. Теперь самое сложное. Нам надо достать зуб из-под подушки. И не разбудить при этом девочку. Как это? Подушка плавно поднимись. Ух ты. Вот и он. Застрял. Раз, два, три. Взяли. Спасибо, Бен. Смотрите, вот он какой. Передний молочный зуб. А как же монетка? Няня. Вот она. О нет. В чем дело? Девочка написала нам письмо. Какая досада. Я люблю получать письма. Но дети всегда ждут ответа. Нам придется вернуться сюда. Можно я прочитаю? Дорогая зубная фея, каково это, жить в стране волшебнее? Волшебнее? Такое название может быть только у выдуманной страны. Она там пишет об эльфах. Эм, нет, Бен. Может, ей просто не хватило места на листочке. Но она написала с любовью Люси. Какое красивое имя. Тихо. Помните, принцесса Холли, нам нельзя ее будить. Няня, а что нам теперь делать с зубом? Мы отдадим его эльфам. Они о нем позаботятся. Сюда! Я надеюсь, там никого нет. Тогда можно будет оставить зуб и уйти. Добрый вечер. Я к вашим услугам. Привет. Доставка зуба. Вы заполнили отчет о доставке? Да. Кажется, здесь не хватает некоторых данных. Где вы нашли этот зуб? Под подушкой. Так, под подушкой. Ну и ну. Вы даже не вписали имя его хозяйки. Мы ее знаем. Ее зовут Люси. Люси. И она написала нам письмо. А, письмо. На него надо обязательно ответить до утра. Я напишу ответ. Дорогая Люси, в маленьком королевстве очень красиво. Здесь живет много вей. И эльфов. Ладно, Бен. А еще здесь живет много эльфов. С любовью, принцесса Холли. И эльф, Бен. И эльф, Бен. Чмок, чмок, чмок. Теперь надо отнести его обратно. Нужно торопиться. Уже почти утро. Кто-то идет. Прячьтесь под кровать. Должно быть, это мама Люси. О нет, окно закрыто. Как мы отсюда выберемся? Работенка для эльфа. Эльфы умеют открывать окна. А я ведь эльф. Стой, Бен. Ты разбудишь Люси. Прости. Мне кажется, одного эльфа здесь недостаточно. Надо вызвать остальных. О, мой телефон здесь не ловит сигнал. Не стой слишком близко, Бен. А-а-а, на помощь. А, что говорила няня? Ах да, маши крылышками. Но я эльф. У меня нет крыльев. Значит, маши руками. А-а-а. Привет. О, ты ведь должна спать. Тебе нельзя нас видеть. А вы кто? А, я Холли. Принцесса-фей. Настоящие принцессы-фей с крылышками и волшебной палочкой? Хе-хе-хе. Да. А это Бен. Он эльф. Привет, Холли. Привет, Бен. Вот. Ответ на твое письмо. Спасибо. О, какое маленькое. Связь ужасная. Мудрый эльф. Няня Плам. Вы хоть знаете, который час? Мне некогда сверять часы. В доме девочки закрыто окно. Нужны эльфы, чтобы вызволить нас. Ясно. Сколько вам нужно эльфов? Все, что есть. Мы зашли через окно. Но теперь оно закрыто. Путь свободен. Спасибо, Люси. Было приятно познакомиться, Люси. Хотя мы не должны были разбудить тебя. Ничего. Я притворюсь, будто сплю. Пока. Вы все-таки разбудили девочку. Мы не хотели, няня. Да ладно. Они всегда просыпаются. Эльфы-спасатели. Эльфы-спасатели. Итак, где окно, которое нужно открыть? Вы через него зашли. Так ведь это окно открыто. Да, мы сами справились. Вы зря ехали. Простите. Простите? Вы поднялись с кровати всех эльфов в маленьком королевстве. Тихо, тихо. Вы можете потише? Конечно могу. Все эльфы умеют вести себя тихо. А вы эльфы! Нет! Вот почему не бывает зубных эльфов. Вы слишком шумные. Что случилось, Люси? Мы услышали шум. Все в порядке. Она спит. Можете выходить. Фух. Пока, Люси. Еще увидимся. Пока, Бен и Холли. А можно мы с вами? Я еле шевелю крылышками. Прошу на борт. Здорово было. Выползут молочные. Позови средь ночи. Зубы утерю. А-а-а-а!